ПЕСНЯ Отец наш Небесный, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наши занятия по Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, чтобы Слово Твое всегда светильником было для ног наших и для стезей наших путеводной звездой, солнцем. Помоги многомилостью, Господи, нам никогда не быть во тьме, а с того времени, как мы получили от Тебя крещение, веру Твою Святую Христову, что мы всегда оставались только во свете и другим были бы светом. Слава Тебе, Отец и Святой Дух. Аминь. Так, садитесь в свои места, занимайтесь. Ты приготовься. Министерство, Бостислов, Лачини, меня повезло. Молодые, у нас же братья какие хорошие песнопения выбирают, да? Для окончания. Мы-то такие грустноватые песнопения, печальные, тяжковатые, а не видишь какие. Молодежь, что сказать? Молодые. Можно мой телефон? Хорошо, занимаемся, поедем. Что ты потерял? Очки. А ты их брал, да? Очки брал. У меня свои очки. Я тебе могу очки дать? Да? Вон они, вон они. Сергей, вон они. В ладике. Не по глазикам. Очки Сережины, не по глазикам. Почему? Займутай, да, что? Ну, и что? Куда это? Почему мы пришли? К Евангелию? Опять к Евангелию пришли? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Марка, 14 глава, 6 по 9 стихи. 14 марка. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущает, а она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое погребением. Истинно, говорю вам, где не будет проповедана Евангелие о сей о целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Толкование. Господь упрекает апостолов за то, что они неблаговременно удерживали усердие жены. Здесь Господь изрекает два пророчества. Первое, что Евангелие будет проповедано во всем мире. Второе, что проповедано будет и о поступке жены. Да подстыдятся же те, кои предпочитают нищих Христу. Ибо я слышал золотых дел мастеров, которые говорят, что ежели разбить церковный сосуд на части и отдать нищим, не будет греха. Пусть же слышат они, как Христос ценит служение Ему выше служения нищим. А на золотом дискосе и бывает истинное тело Христова, а в чаши кровь Христова. Посему, кто уносит из церкви драгоценный дискос и заставляет полагать тело Христова на плохом дискосе, ссылаясь на нищих, тот пусть знает, чьим участником он становится. Все? Все. Пример из жизни, из нашей страны, который говорит о том, как становятся героями веры. В 1921 году начался голод, в 1921 году, в Поволжье назывался он, первый огромный голод был в России. И начали собирать средства, чтобы прокормить там людей, особенно детей, чтобы не было смертей. И коммунисты на это основание решили уничтожить церковь. И каким образом? Они сказали, пускай церковь нам соберет эти пожертвования на детей, потому что у них много богатств, пускай они собирают. И церковь постановила. Патриарх дал указание, давайте все, что есть лишнего. И с икон там оклады там снимали и так далее и тому подобное. Но не трогать ничего, что есть в алтаре, потому что это священно. И они начали отдавать, а Ленину это не надо было коммунистам. Им надо было не христовых праведников, а нужно было врагов сделать для людей, священнослужителей, ну и всех верующих. И они начали говорить, вы не все отдаете, там-то у вас еще комнатка есть одна, оттуда давайте. Они говорят, нет, мы не можем, потому что это священное. Даже ради голода, хоть сами умрем, не тронем этого, потому что это все освященное для Бога. Как храм был Господу весь посвящен, и оттуда нельзя было трогать ни одного молекулы этого золота или серебра, или там чего, меди. И приходили иноземцы, разграбляли, грабили, а его защищали, этот храм. Ценой жизни своих защищали. Написано, священники хотели загасить огонь храма в 71 году, когда виспасиан с Титом подожгли его. И бросались в огонь, чтобы своими телами кровью своей затушить, загасить храм, чтобы не сгорел он. Прям вместе с левитами. Вот до какой степени доходит, чтобы сохранить освященное. Вот об этом тут и говорится. И конечно пострадали, и мы об одном из них молимся. Это Вениамин Петроградский. Он стал, этот митрополит, во главе всех вот этих сил, которые, верующих людей, которые запрещали входить в алтари. И тогда начали просто красноармейцы заходить, убивать священников, верующих людей. Заходили в алтари, брали, и вот разгром церкви начался с того времени, очень сильный. До этого тоже убивали, убивали, но не так. Здесь уже гонения. И они попытались это все. И Александр Нежный написал такой, называется, ответ патриарха, как раз о патриархе Тихоне. Написал книгу большую. Он сюда приезжал, к нам у нас тут был в гостях, у Ивана Тихоновича. Очень интересный писатель, он очень много написал вот об этих гонениях на церковь, именно вот в эти революционные годы. Ну и, в общем-то, желательно, чтобы прочитали эту книгу. Мы ее тут сильно раскупали в свое время. Это было в начале, в конце 90-х. Допрос патриарха, думаю, ответ патриарха. Допрос патриарха, да, называется. Не очень толстая книга, ее начитать, кстати, бы тоже. Там очень много документов. Ну, Тихона. А его арестовали в этот, его арестовали. Тихон сидел в заперти, а митрополит. Тихон, это который перед Строгородским был, да? Да, да, да. Тихон, это последний истинный патриарх российский. Российский именно. Его российская церковь еще избрала. У нас же была не русская церковь, а российская, православная российская церковь. А уже, когда он умер, и когда выбрали патриархом Берия и Сталин этого семьи, Строгородского, уже стала русская православная церковь. Это они назвали так ее, русская. Почему назвали, тоже можно сказать. Ну, это ни к чему. Я к тому, что вот к этому сегодняшнему. У нас есть целая, огромная историческая правда об этом. Как наши русские люди, священнослужители, верующие, пытались оградить от посягательств вот этого сатаны на священное, то, что принадлежит Богу. То есть, у нас есть материальное на земле, то, что принадлежит Богу, понимаете? Казалось бы, да, духовное, давайте отдадим духовное. А нет, видите, толкователь тоже нам об этом говорит. А над Сергием-то таинства перед этим свершались? То есть, его рукополагали священники, как положено, где-то... Серги Строгородский? Да ты что? Это же самый... Это вот как сейчас митрополит Кирилл был, Смоленский. Он был по внешним сношениям церкви, помнишь? Кирилл, который сейчас патриарх. Он был вторая правая рука патриарха Алексея II. Вот так же был и Сергий Строгородский в свое время. Он был один из... Он был самый молодой претендент на должность патриарха. Он законно рукоположенный, Сережа, да об этом. Да, конечно. Это тот самый Сергий Строгородский, которому дали задание в 911 году, вот, с синодом задание. Посмотреть, как русский народ понимает сегодняшнее богослужение и Библию. Понимает. И он в 17-м году сделал доклад, на основании которого четвертое определение появилось, что русским людям надо переводить непонятные слова на русский язык и Библию включить в чтение на русском языке. Это вот Сергий Строгородский, да? Такой был. Значит, люди, которые говорят, что вот это вот, которое ты говоришь, ты сказал последний истинный патриарх. Почему? Ну да, да. То есть, есть люди, которые утверждают, что после этого они не истинные, значит, они незаконные, незаконно рукоположенные, то есть это клевета получается. Они незаконно рукоположенные, это правда. Они незаконно рукоположенные, вот в чем дело. Незаконно рукоположенные, незаконно рукоположенные, а поставленные. Нету рукоположения патриарха. Митрополит, патриарх Это епископы Которых уже рукоположили Херн-то не сам сделали А это просто избрали из среды епископа На митрополитчую должность На должность патриарха Причем избрали мирские Да, причем избрали Именно избрание мирские Они должны быть по законам Отлучены По их мирские власти По канонам Вот даже патриарха Кирилла Когда избирали Он должен был быть На самом деле Там три было кандидата Ну так сделали, один заболел Как бы я старый, а другой отрекся Не хочу, передаю ему И как бы раз, тут ему он получил просто его И он такой выступает Я слушал, недавно было 3 февраля Было его хиротонисан В должность В должность патриарха 3 февраля, 11 лет Как он уже Нет, это хиротонисан В должность его Патриарха поставили И вот он Говорит Мне жребием от Бога Выпало стать патриархом Никакого жребия не было Жребий был У патриарха Тихона Было 3 кандидатуры То есть он употребив Вот это жребий А так мне по жребию досталось И вот один кандидат Это как Брежнев Благодарю, что меня выбрали Сюда не надо оставить Значит, такое дело Я сразу это мало встреваю Он не мог быть избран Гражданин другой страны Кто? Я говорю, об Лёме А об Антоне Аааа Он никаким образом не мог Вот в Америке, допустим, избирают президента Он должен жить здесь не меньше 10 лет Это и правильно Вот вопрос Кадырова хотели Когда поставить они там В Чечне-то А ему это 25 было Ну, сейчас Конституция Он говорит Нет, Конституция не для меня сделана Я сейчас Институт кончу Все И к 30 годам будет Он дождался И тогда пошел Он вызывает уважение А не так, что теперь закон по себе сделает И избирает меня на 66 лет Все Вот официальный вопрос по этому Вот мы здесь были В другом месте окормили А один здесь кого-то Кто был А другого нет А почему Мы все исследуем Сколько причин Можно найти в нашей обстановке Чтобы человек не слушал Слово Божие А люди-то ничего не знают Ой, поехали к нему зимой Никаких подарков не взяли Могли бы хлеба купить Мясо купить Нажарить Там накормить Василия Николаевича Я подхожу Один закон Садишься вместе Только там И вместе вылазишь Все вылезут Сидит, щамкает Внизу Сейчас пришел На него нажал Тут ведро погано Надо вынести мусор Я говорю Без тебя вынес Это или потом Он только развернулся Так Ну тогда я в туалет пошел То есть От потребления До извращения До извержения Все Все случаи жизни Чтоб только здесь не быть А люди-то не знают этого Этот жестокий Там над ним Над стариком издевался А этот вообще Говорит Тиран С большой буквы А эти селят здесь рядом А его нету И я пытаюсь Туда Ты не говоришь Что молчи Это как взъелся на меня Вот какая штука А что делать Что делать Насильно мил не будешь А я у него сегодня интервью возьму Я зачертирую Сейчас тут как закончится Сейчас он придет Сейчас Я все дела от него отбил На туалет я не могу Затычку с собой Это точно Это точно Туалет это святой Это туалет Сколько вам Еще получите Так Слушаем Читаем Господи Победа Евангелие от Марка 14 10-11 И пошел Иуда Искариуд 1 из 12 Первосвященникам Чтобы предать Его им Они же Услышав Обрадовались И обещали Дать ему Сребренники И он Искал Как бы В удобное время Придать его Толкование Да известит Их Когда Христос Будет один Напасть на него Во время учения Они боялись Чтоб не навлечь На себя Беды Со стороны народа Посему Иуда Обещался Придать его Им тогда Когда он Уединиться От всех Понимаете Я по слову Можешь и скажу О пророчестве Пророчестве Пророчество Это не просто Человек Вычислил Судя по истории Он может что-то Вычислить Это абсолютно точно Вернейшее Пророческое слово Сегодня мечтали Об этом Вернейшее Но как Мне очень просто Теперь об этом верить Когда Захария Жил Пророк Ну допустим В среднем Так 500 лет 500 лет Это не 500 дней И он говорит Цена Останеного 300 серебряника А в то время Сколько было 30 Это стоимость Раба Выставлена на рынок У которого нет обуви А деревянные башмаки Подошвы деревянные Как сандалии Тут привязаны Где-то Ну Проходит 5 лет В стране Дефолт Еще 15 лет Кризис И вот так Цены летят Вспомните Давно ли у нас Кирпич хлеба Стоил 1000 рублей Это как было-то Или в Германии За один кирпич хлеба Платили 3 миллиарда А потом Все вернулось По отдельности Стали считать Это фенинги Так вот здесь Как же так Цена оцененного А сейчас 600 рублей Стоит Кто Раб Цена стоит на месте Так она поднялась Поднялась И вернулась Уже Проходит 100 лет Уже все поменялось И рабыня Дороже раба стоит И кто Сказал Уже и живого Нет никого Стоит цена Я говорю В это я верю Дальше что И вот наконец Пророчество К исполнению Буквально Все затаилось Сколько дадут 30 серебряников Да разве Я уж не говорю Христос Раб-то другой Где-то Там-то Везде одинаково Стоит цена За раба У нас такого нет Чтобы была Вот это Деполт Или что-то На одном месте Стоял А то никогда не бывает Цены взлетают Везде Все одинаково И ЖКХ И все Здесь Стоит там Месте Как только руки Его коснулся Где деньги Там никто не знает Министерство Говорит А что мы На самом деле С рабами Никто и продавать Не хочет Говорит Так а сколько Стоит 3000 Тысячи Так и 300 серебряников Нет А почему Никто не знает Там протянутая рука Для исполнения Пророчества Он только руки Зажал Пророчество Исполнило Все Теперь хоть Миллион будет стоить Мы не знаем С какой точностью Господь говорит Придет Один правитель Над землей А кто он будет Православный Там мусульманин Не дури Там написано Все Из колена Данова На три с половиной Года В другом месте Написано 42 месяца Дальше написано 1260 дней В трех местах Но уже Расшифровывает Растягивает Где-то По другому Не будет Претендентов Будет Допустим Сто Китай Многочисленное Атомное оружие Американец Желает Ничего не получится Будет тот Кому назначено Изиудиной Среды Колена Данова И так Предсказали Святые пророки И просказал И Иоанн Крести Этот Богослов Я говорю А почему вы заставите Я говорю Выйти 144 тысячи Из каждого колена Ну да Считайте Колено Что считать Там перечисляют Колено Иудина Колено Иссахарова Покажите Где колено Данова Правды нет А что то здесь Ефремов Там Говорят Ефрем Это Сыновья Иосифа Это не колено Это полколена А этого нету А теперь смотрят И он Дан будет Когда Якоб умирал Сыновья собрались Он говорит Что дальше будет Иуда Лев Возлег Кто поднимет его Привязывает Осленка К виноградной лозе Что старик Бредит Вообще Он лев Из колена Иудина Он умер Кто воскресит Его Возлег В пещере Кто поднимет Его Когда исполнился Так Ахтуль Так это же О нем Говорилось А Дане Говорится И Дан Будет Змеем На дороге Неужели Садник То есть Перед ним Никто не устоит Сила будет Такая Что он Правозносит Себя Выдавая За Бога Второе Фестоликистство 24 Понятно И когда мы Это считаем Здесь все Мы должны В это Войти И оборонить Тебя Бог Что-то Начинать Измысливать Сектанты Они на этом Делятся Чтобы Позовим Понимаем Мы понимаем Как Светы Столковали Вот это Я говорю Андрей Кисарик Это главный Полкователь А большим Говорит Кирилл Иерусалимский И мы Когда идем Мы идем По знакомой Стране Писании И вот это Свет Стезе Моей Это Нога Моей Стезе Моей Вот оно Где Мы видим Что сегодня Делается Каким путем Это исполняется Пророчество Обо всем Но может Ну есть же Грамотные люди Там такие Не надо Говорить Писание Не дает Возможности Расширять Поиск Определенно В каком колене А святец И добавляет И будет он От седьмого колена Блуда Ну кажется Фигура То не привлекательная А вы знаете Кто это был Бухарин Николай Иванович Когда он был Еще в школе Учился И он это узнал Толкование На всей земле Он к матери Пришел И говорит Мама ты как Меня нажила Вот еще Да вот он Отец Иван А может И у меня со стороны Там написано Седьмого колена Блуда Да хоть и бабушка Честная была Она бенщина Надо же так Мне про меня Сказывать Он на полном серьезе Хотел в эту роль Отихриста быть А старин подвел К вышке его Бухарщик Это любимый след Пошли Евангелие от Марка 14 глава 12 по 15 стихи В первый день Опресноков Когда заколали Пасхального Агнца Говорят ему Ученики его Где хочешь Есть Пасху Мы пойдем И приготовим И посылает Двух из учеников Своих И говорит им Пойдите в город И встретится вам Человек Несущий Кувшин воды Последуйте за ним И куда он войдет Скажите хозяину Дома Того Учитель говорит Где комната В которой бы мне Есть Пасху С учениками моими И он покажет вам Горницу Большую Усланную Готовую Там Приготовьте нам Толкование Первым днем Опресноков Евангелист Называет Четверток Который Непосредственно Предшествовал Празднику Опресноков Ибо Опресноки Иудеи Начинали Есть В пятницу Ученики Подходят И спрашивают Где им Есть Пасху Отчуда Видно Что ни Христос Не имел Собственного Жилища Ни ученики Не имели Своих домов Если бы имели То приняли бы Его к себе Двоих учеников Своих Петра Иоанна Как говорит Лука Он посылает К человеку Незнакомому Показывая Им Через то Что он Мог бы И не страдать Если бы Захотел Ибо тот Кто расположил Незнакомого Человека Принять его Ничего Ибо тот Кто расположил Незнакомого Человека Принять его Чего не Произвел бы В других Здесь то В таком Говорю Уме Христу Пошел Восемник Открывается Пасха На кухню Двумя Учениками Петром Иоанном То есть Деятельностью И созерцанием Ибо Петр Был Пылок И деятелен А Иоанн Как Богослов Созерцателем Притащили Притащили Привел У тебя его Так Проходи Сюда На посчетное место Знаешь Что Вот Рядом Садись Вы Это Такие Что Никуда Не денетесь А его Можно Запечатать Двумя Шайбами А если Пробку Вышибет Как верная Шабака Контрогайку Еще Нервный Пес По столу Не выскочить Нет Евангелие от Марка 14 Глава 16 21 Я еще хотел Можно добавить Здесь Чтобы было Ясно Это все Дело Происходило В Иерусалиме И поэтому У них Не было Там Домов Своих В Иерусалиме Ни у кого Жили Родители Они жили Они галилеяне Были Поэтому У них там Дома были Потому что Он зашел в дом Петров Теща была больная В горячке Это об этом говорится Да и Иоанн тоже молодой У него где-то родители были Да и отец Зеведей Наверное жил Но не все же Они там где-то Скитались под Какой-то деревом Понятно что Далеко у них там Были дома А в Иерусалиме Не было Не было То есть Это говорится о том Что они Сюда пришли Они должны там В Галилеи где-то ходить Проповедовать Нет Центр Духовного мироздания Привел Господь их То есть В Иерусалим И здесь все должно Совершиться Это первая литургия Совершается Не в храме С нашим Чтобы сравнить Никаких антиминцев Никаких мощей Никаких куполов Какой дом найдете Там Пойдут где Да там Будем совершать И опрестники были Дни опрестники наступили А у нас Квастное У православных На каждом шагуном Подножку ставят И как Ну принято Я православный Я принимаю Вы верите Что я верю Но Однако Первая литургия Была на опрестниках А теперь Начинает Всяковый круще Доказать Что хлеб был Квастной Я говорю Если хлеб был Квастной Ибо никто не вышел Ибо убили всех У них разговор был Короткий У них заповедь был А кто вкусит Хлеб квастной Добудит Презан смертью И никак Родители маленькие Или ребенка Принесут сейчас А он не понимает Это баптисты Не понимает Но в завет Господа Вступил Не понимает он А придет Вырастет Будет по другому Теперь скажите Прообразом Что было Обрезание В какой Восьмой день Он понимал Еврейский ребенок Не понимал Что же мы тогда Говорили Но если вдруг Оказывается нет Да истребится душа Вопросов никакие Да он ребенок Он должен быть уничтожен Почему Писание так говорит Игры не было У них У них очень Очень Серьезно было И когда сегодня Настаивают Сделать так То есть Надо расширить Свой кругозор До уровня Святой Библии А у католиков Правильно Но не обладки дают А отдельно хлеб Лаваш там Преломили И вино У них тоже неправильно У них вообще Крови нет Только обладку Обмахнул и дал У нас еще Попадает что-то вино Вот почему Янгус на костре Мэй пишет Это кажется Мэй пишет Или Тютчер И он говорит Христову кровь Он настоял для них То есть Ну как Протестанты Стали причащаться Так чехов И называли Чашечниками Понимаете Сколько вопросов Вот из этого Только одного стиха Понимаем Мы должны Реально посмотреть И не защищать А у нас так Не надо оправдываться Вот начинает Вечером петь Когда Песнопение Это было Не песнопение Когда-то Велищая душа Моя Господа Ну и прочитайте До конца Нет Через каждое Пол предложения Счастнейший Херувим Вы счастнейший Херувим Сорок раз пойте Но не трожьте Слово Божие Вот так Здесь уже Мы не можем Уйти никуда Присча Соломона 30 глав 6 стих Не прибавляйте К словам Его Чтобы Он Не обречил тебя И ты не оказался Лжецом А учность лжеца В озере огненном За этим очень многое стоит А как же Товольтесь Я покоряюсь Но внутри у меня Тревога Всегда Мы искажаем Слово Божие Вот Отче наш Батюшка Он правильно прочитать Даже не может Ибо твое Есть царство Отца и сына И святого духа Где ты взял Отца и сына Открой Посчитай Ты отца и сына Святого духа Говори 140 раз Молитву прочитай Потом говорю Зачем в молитву Излезли А молитва Молитва Это Христовые слова Там слова Богородицы И главное слова Которые по этому Богородицу Больше там и слов То нету И слова самые высокие Покусился Кто Тогда мне вопрос Так вы что думаете Если так Мне не надо думать Я знаю что прибавили Я про это говорю Я не решаю Учность никакой Но мы не правы Что мы прибавляем Мы то есть Мы православные Я в этой системе Нахожусь Я не согласен А может изменить Не может Слово Божье Может Разрешили А вернуться назад нельзя Вот у нас тут один был Этот Гусейнов Все здесь Гучино Обыдывал Ну и когда его выгнали Сейчас он начал хамить Обозвал сестер Он сразу мне ухожу Мусульманам Там по крайней мере Четыре жены у меня будет Четыре жены у него будет Никуда не уходил мусульманин Такой ты и был Где бы он ни был У него ни в одном месте За всю жизнь Где было Чтобы мирно было Самым удачным Он поступил на военную службу В Донецке А там-то его сразу раскусили Его там били табуреткой В грязь толкли Там он ползал И все описал мне Ну я выставил это Где Он говорит Как картошку Мешок с картошкой Молотили меня ногами А он врач Что он мог сказать Что сделать И бороду сбрил И все Мы давно с ним переписываемся Он на меня нападал И черный список доносил Потом Сейчас где-то он на пути К исламу Но оттуда возврата нет Если ты принял эту религию Назадхода нету Они люди не знают Куда залезли Они очень серьезные люди Там один не останешься уже Вот пишут Муж с женой Переговорили А ты меня любишь Наташа? Что ты спрашиваешь? Холя Да я люблю тебя Ну у них там не Холя А Махмуд там Самират Да люблю А я хочу чтобы развестись Я тут другую нашел Так что Развожусь с тобой Смотри не играю А то услышит Развожусь Развожусь Надо три раза Он домой идет Домой Наташенька ждет его Полиция у дома А что случилось? А ты кто? Я хозяин дома Так это вы говорили Развод Все развод Зафиксирован Значит Сюда заходить Ты не можешь Теперь к ней Так я Вы поняли? Иначе на расход Он попятился назад А что? В этот же день тебе говорится Секир башка Это все в интернете написано А теперь закон Она не может прийти к нему До тех пор Пока не станет Чего это женой И только оттуда Тогда может возвернуться Говорит у нас одно А ты прочитай Еремия Третья глава Первый стих Что там написано? Если она ушла И стала другой женой Может ли она вернуться? Еврейский закон Не развратилась Либо вся земля Намертво запрещена А у них наоборот Так что закон Твоей страны Надо знать И все И Коля пошел Ночевать другое место И оттуда вернусь Допустим Они приняли Сколько? Один принял Слуга у ней Ну это Балкин Как я Я осмелился Назвать его богом-то Я осмелился Балкис Белкис Шейх Белкис Жена министра Разошлась Он оставил Ну ей все было И Она стала Там проповедовать И обратился один Затем Нашли зарезанного Следующий Обратился Хороший Хороший Человек День прошел Зарезанного Нашли Оттуда выхода Нет никакого Через все Ножи будешь Уходить И это Не надо Отрицать И притом Они провозглашают Самая мирная Религия В самом названии Самая мирная Более нетерпимая Вот Исполняй Наших заповедей Как Андрей Кураев Говорит Не было пока И мы это знаем И как Не шути Вот я считаю Избрал Самый правильный путь Я с ними говорю Книгу их показываю Но не трогай Нигде А зачем Меня Господь послал Не опровергать Книги какие-то А проповедать Евангелие А я ему говорю Вот смотри Ну а как вы считаете Что вы спасетесь Написано 4.12 Дианя Апостов Нет другого имени Под небом Данного человека Который Надежал бы нам Спастись А теперь считаем 2.3 Первое послание Иоанна Кто не исповедует Христа Пришедшего во плоти То дух Антихриста А вы исповедуете Нет Сами решаете Попадаете Нет А теперь Галатам Первый глав Восьмой девятый стих Если бы мы Или ангел С неба Не то будет говорить Да будет Анапима Так я вам все сказал Все Так я проповеду Евангелие А вы сидите Со своим Священным Писанием И там решайте Мне не дано Поверение от Бога Опровергать А написано Когда поведут вас Перед правителями Для свидетельства Вот там не молчи Расскажи о Христе О его любви О воскресении Из мертвых Если вы признаете Что он Пророк Так знаете же Согласно Священного Писания Библии Он был распят А Иудеи Сказали Его украли ученики И в Евангелии написано А кто сказал это Ну мы знаем Ложь от сатаны А этот теперь Сатана по другому Обольстил А его не распинали Евреям нельзя было Сатане это сказать Потому что они его распяли Руки в крови Тогда украли А не воскрешал А теперь эти Говорят так Я им это все раскладываю И они исчезают Я не могу А сатанов довести Они понимают Огромная плита Глыба ложится на них Притом я ничего не трогаю Нигде Не произношу три Табу Никогда им не говорю Аллах Никогда не говорю Коран Никогда не говорю Мухаммад Три слова Я обойду их Я вам докажу Что мне Заповедано Проповедовать Я проповедую вам Желайте Слушайте Видите Я считаю Данил Сысоев Пошел самым опасным путем Он начал насмехаться А этого Он не мог Сегодня Говорят Что Он подошел А кто Сысоев Кто тут поп Говорит Он только Выходит Сразу Пуля за пулей Перервали Его все Здесь Я когда Стал расследовать А там Они выступают И говорят Вот убили его А из-за него Сколько пойдет Это еще хуже сделали Еще хуже сделали Но Там где Проповедовал Когда Там мирной Обстановки не было Вот этот НТ Царионов Они какие враждебные Воля Божья Его тоже Призвали Патриархии Хлопнули Они исчезли Нету нигде Тоже умеют Разговаривать Серьезно И говорят Что убили его Не мусульмане А близко к верхушке И говорят Как Да как так Нам зачем Это Внутри страны Там и Татарстан И все И такую Вражду Это что же Страну перерезать Пополам А один человек Говорит А ему говорили уже Предупреждали Он однако Говорит Убрать Тоже может быть Приходит Тот который Уже все знает Пристреленный На полмиллиметра Пуля не пойдет в сторону Ты только говори Так то Закрой лесой И все А потом Потом нашли Пистолет Марку узнали По одной пули Которая в стенку впилась Узнали И там где-то Кто-то не подчинился Киргиз Его застрелили И тот пистолет нашли Вот здесь Когда убийца искали Когда Пять бетуренных Пропали-то В ГТУ Он не знает И приехал Колесников Зам Министра юстиции Здесь был Прокуратуры Москвы И нашли Какого-то преподавателя Но Ведут его Ниного наручника На следственный эксперимент И вдруг Он вырывается из рук И С пятого этажа Разбивает окно И летит И все Тема закрыта Так они нашли его Решая А кто знает Понимаете как Мы должны быть Очень внимательны Не за каждой информацией Гоняться Что не надо было это делать Писание неоднократно Говорит об этом Не надо Надо спокойно Считать Евангелие И точно по нему идти Не помешает Если ты будешь знать И другое Но это тебе главное Вам понятно Будьте осторожны Они не будут смотреть Женщина ты Ребенок Или кто Это Это другой народ Другой менталитет А что нам делать Молиться Да ходи так Мы заслужили большего Господь щадящий режим дает Где они вмешивалась Россия Кого не гнали Кого не завоевывали Хватали все От севера до юга До порта Артура Оспу островов Все подгребли Саму тайгу И в югу И расплодили Нехлести и воров Слышала? Нет Кто хуже нас Сосновища земная Транжирит Жжет и рубит По весне Мы опостылили От века до ныне Прибалтики Татарам и Чечне На наши земли Вожделение Зависть Облизываясь Смотрит миллиард Весь мусульманский мир Там добровольцев запись У нас отнять За счастье Каждый раз О Боже Проповедники пришли Служение Богу На родном На русском Крещение Духом Водное в крови Тернистый путь И потушь Очень узкий путь Когда исполним Веренное нам Не Русь святая А герои веры В народы Понесут Евангельский Бальзам От коммунистической Заразы И химеры Понятно Как Господь Содел Все понятно Поехали Евангелие От Марка 14 16 21 И пошли ученики Его и пришли В город И нашли Как сказал им И приготовили Пасху Когда настал Вечер Он приходит С двенадцати И когда они Возлежали И ели Иисус сказал Истинно Говорю вам Один из вас Едущий со мною Предаст Они опечалились И стали говорить Ему Один за другим Не я ли И другой Не я ли Он же сказал Ему ответ Один из двенадцати Обмакивающий Со мною В блюдо Впрочем Сын человеческий Идет Как написано О нем Но горе Тому человеку Которым Сын человеческий Предается Лучше было бы Тому человеку Не родиться Толкование Как же Они возлежали Когда закон Повелевал Есть Пасху стоя Надо бы Надумать Что Господь Сначала Совершил Пасху Подзаконную А потом Возлег Чтобы преподать Свою Собственную Пасху Ибо Лучше Вовсе Не родиться Нежели Родиться На мучения Таким Образом По отношению К последней Судьбе Лучшим Оказывается Если бы Иуда Вовсе Не существовал Ибо Бог сотворил Его На благие дела А он Сам Впал Столь Ужасное Злодейство Евангелие Марка 14 22 25 И когда Они ели Иисус Взяв хлеб Благословил Преломил Дал им И сказал Примите Едите Сие Есть Тело Мое И взяв Чашу Благодарив Удал им И пили Из нее Все И сказал Им Сие Есть Кровь Моя Нового Завета За Многих Изливаемая Истинно Говорю Вам Я уже Не буду Пить От плода Виноградного До того Дня Когда Буду Пить Новое Вино В Царстве Божием Толкование Некоторые Говорят Что Иуда Не причастился Святых Тайн Но вышел Прежде Нежели Господь Преподал Сие Тайны Напротив Другие Утверждают Что Господь И сего Неблагодарного Приобщил Своей Святыне Благословив То есть Благодарив Господь Преломил Хлеб Так делаем И мы Произнося Молитвы Сие Говорит Что Вы Теперь Приемлете Есть Тело Мое Ибо Хлеб Есть Не Образ Тела Господня Но Самое Тело Христово Которое Хлеб Предлагается Иван Диатана 651 Не Сказал Образ Моей Плоти Но Плоть Моя Есть И еще Если Не Будете Есть Плоти Сына Человеческого 53 Но Как Это Может Скажет Кто Нибудь Ведь Плоти Тут Не Видно Это Ради Нашей Немощи Человек Так Так Хлеб И Вино Суть Обыкновенные Для Нас Вещи А Видеть Предложенную Нам Плоти Кровь Было Бы Нестерпимо Для Нас И Мы Бы Отвратились От Них То Сего До Воскресения Царство Называет Здесь Воскресение Так Как По Воскресению Изметы Он Воцарился Над Смертью После же Воскресения Он Опять Ел И Пил С учениками Своими Уверяя Их Таким Образом Что Он Есть Тот Самый Который Пострадал Но Пил Уже Новое Вино То Есть Пил Новым Некоторым И Необыкновенным Образом Ибо Имел Плоть Уже Не Страдательную И Нуждающуюся В Пище А Нетленную И Бессмертную А Можно Понимать Это И Так Виноградная Лоза Есть Сам Господь Плод Лозный Суть Тайны И Ведения Сокровенное Которое Рождает Он Уча Человека Ведению Таким Образом В Отцарстве Божием Христос Будет Пить С учениками Своими Тайны И Премудрость Научая Нас Новым Истинам И Открывая То Что Ныне Сокрыто Как Мог Дать Плодь Когда Еще Не Был Распятый Как Вопрос Это Жда Распятый Сегодня Это Понятно А Как Тогда Мог Дать Когда Еще С Ангел Михаил И Победили Его Кровью Агнца Когда Еще Земля Не Сотворена Еще Грехопадение Будет Еще 5508 До Рождения Его Еще 33 Года Писание Победили Кровью Агнца Еще Совсем Не Знали Писание Как Можно Побеждать Вот Допустим Александр Невский Скажем Он Ударил Крупно Кальберной Пушкой Асатаном Зарядом И Смех Поглотил Ну Не Может Быть Она Не Изобретена Аббибы Так Написано Когда Еще Нет Ничего Начальник Пылиных Вселенной А уже Победили Победили Кровью Агнца Ну Отвечайте Кто знает Пророчество Предсказание Пророчество Предсказание Ну Предсказание О событиях Которые Будут Отец Говорится О прошедших Какое Предсказание Они Победили Уже Победили Его Кровью Агнца А земли Еще И Нет Перед Этим Вы Говорите Что Как Если Он Еще Не Распят То Он Будет Распят Это Я Тово Вопрос Задаю Ну Я Маленько Продрегу Так 20 Глава Евангелия Атрана Говорит Что Стал Посреди Них Дунул И Сказал Примите Духа Святаго Еще Не Было Пятидесятницы Но Что Принято Тут Другое В какой Степени Тут Объяснение Дается Тут По Другому На Небе Война Война Написано Прозошла Война И Победили Кровью Армица Рожденного Деву Марию Значит Они Были Готовы Уже Принять Христа Написано Не Готовы Победили Прямо Ни Одного Лишнего Слова Там Нету Я Задумался Сразу Как Так Но Нельзя Побеждать Тем Чего Нету Нету Еще Нету Мы Скажем Александр Македонский Потому Так Много Завоевал Потому Что У него Была Катюша Никто Не знал Что Электричество В человеческом Сердце Будет Писать Синусоиды 17 Глава Евангелия Атеана Господь Говорит Тех Кого Ты Мне Дал Я Из Них Не Погиб Никто Не Погубил Никого Кроме Сына Погибели К К этому Никак Оно Не Относится Победили Кровью Агресс Там На небе Еще Не Было Будущее Было Было Скажем И Победят Его Когда Это Событие Было Позже Смерти Христа А то Оно До Рождения До Адама И Евы Победили Говорится О свершившемся Событии Или Не Хотим Думать Или Наконец Хоть Один Знает Нет Я О чем Хочу Скать Что Христос Он Был Всегда И В будущем И В прошлом Был Если Будет Да Был Если Будет Он Не Было Его Чтобы Ну Нет Такой Ситуации Повторяю Не Буксуй Дальше Поэтому Он Всегда В любом Времени Он Вечный Он Вечный Бесконечный Победили Я Никто Говорю Что Вечно Вечно Умер Уже Кровью Агнуса То Не Слышите То Победили Не Его Силы Тут Все Понятно Но Кровью Агнуса Кровью Пролитой На Кресте На Голгофском Как Можно Было Победить Кровью Агнуса Когда Нет Даже Земли Еще Потом Будет Земля Будут Люди Творят Будет Грехопадение 5508 Лет Бог Приготавливает Сосуд Избранный Деву Марию И Распятый Будет Ну Понятно Но Это Никак Это Вот Или Что-то У нас Неправильно Тут Мужичок И так Ворощается Ну Может быть Игнать Игорь Может быть Там На небе Это Было Начало Победы То есть Это Была Первая Битва Так Скажем Они Сбросили А победили Потом Ну И там Сказали Что Победили Нет Нет Это Ты Накручиваешь Сними Очки Все Ты Ничего Не Понял На Лгу Глаз Нет Ну То Что Вы нам Уже Скажите Ответ Вы нам Скажите До чего Вы Додумали Ваша Версия А Это Вопрос Другой Нам То Что Там Меркну Хороший Вопрос Да Вообще Может Кадал Вопрос Вопрос Хороший Вопрос У тебя Версии Есть Как Вот Такие У каждой Свои Версии Я потом Раз Ну Я Сказал Версию Но Вещь Не Принимается Но Я думаю Что Она К Этому И Выйдет То Бог Отец Уже Предопределен Для Спасения Именно Именно 12 Глава Откровения Анна Белгослова Открывай Руки Броши От Василия Николаевича Двенадцатая Откровение Это Там Что Вы Мучите Деда Тихо Откровение Где Находится Он Читает Пускай Знают Что Я Не Тиран Не Муч Сидит За Обедом Два Раза Дольше Сидит А Здесь Сто Раз Меньше Чем Ребенок Шанс Ты Читает Читает Что Это Не Книга Откровения Книга Откровения Самая Последняя Это Мы Ехали Когда В этой Книге Из Библии Из Португалии И Стоит Мужчина Видно Что Одеяние Длинное И Рядом Такая Женщина Худенькая Подняли И Подняли Руку Я Говорю Это Священник Ну-ка Остановись Николай Останавливается Мы Говорим Куда Нам Варнаул Надо Говорим Туда Едем И Мы Даром Даром Провезли Тысячу Триста Километров Даром 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 Дело Не В этом Дело Дело Что Я Сразу Понял Он Не Знает Писание А Едет Венчали Императора Российского Путин Спит И не Знает Что Тут Уже Царь Что Он Уже Незаконный По Их Мнению Избрали Царя И Провозносили Его И Он Священник Благословел Рукополагал Что Делал Я Говорю А вы Посчитайте Такое По Сан Николай Он Начинает Считать Ее В Торе Ищет Первый Лидит Я Говорю Как Она Обзыграла Это Вы Моего Мужа Унижаете Как Вы Унижаете Вы Даете Ему Читать Он Не знает Где Так Он же Священник Он Должен Библию Знать Где Книги Находятся Я Тебе Скажу Третья Глава Полного Собрания Сочинений Ленина Страница Такая Ты С детства Не будешь Искать Как Соловья Однажды Что Там Пробирали Его А Там Я Взял Том Один Вытащил Я Говорю Да Вы Не правы Вот Творение Ленина Том Тридцать Пятый Страница Такая Это Вот Как Владимир Ильич Сказал Они Сразу Все Я С тех Пор Начал Цитировать В руки Не брал Любой Том Называю Никто Проверять Не будет Ленин Сказал Все Все По Твоему Будет Я Все Время Стал Явилось На небе Великое Знамение Явилось На небе Великое Знамение Да Жена Да Жена Облеченная Солнце Под ногами Ее Луна На главе Венеции Двенадцати Звезд Она Имела Вочеревья И кричала От боли Ему Рождение И другое Знамение Явилось На небе Вот Большой Красный Дракон С семью Головами И десятью Рогами И на голове Его семь Диодим Хвост Его Увлек С неба Третью Часть Звезд И поверг Их На землю Дракон Сей стал Перед женою Которая Надежала Родить Дабы Когда она Родит Пожрать Ее Младенца И родила Она Младенца Мужеского Пола Ну Мужеского Давай нормально Читай Все Может быть Мужеского 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 Охота Сказать Да Какое Ударение Хоть Как Можно Посмотреть Слушай Ты давай Дальше Читай Все Хватит Бубнить Которому Надлежат Пасти Пасти Надлежат Пасти Все народы Жезлом Железным Расвященным Жезлом Железным То есть Посты Железный И кто это Это Господь Это пасет А мы Только вот Господь Ну ты не забывай Он пасет Жезлом Железным И вот он В 17-м году Как дал И рассыпалось Все 1275 Монастырей Перевернулось И 57 тысяч Храмов Вот И пошли Все туда Полетели Головы Вместе с Митровыми Дальше И восхищено Было Дитя Ее К Богу И Престолу Его А жена Убежала В пустыню Где Приготовлено Было Для нее Место От Бога Чтобы Италию Там 1260 Дней Точность Какая Одного дня И Произошла На небе Война Михаил И Ангел Его Воевали Против Дракона И Дракон И Ангел Его Воевали Против Них Обоюдная Война Те Воевали С ним А он С ними Воевал Дальше Со Вщерашними Соратниками И Когда Он Воевал Он Еще Выглядел Как Самый Красивый Ангел Самый Лыщезарный Мы Не устояли И Не Нажлось Уже Для них Место На небе Незвержен Был Великий Дракон Великий Великий Дракон Древний Змей Называемый Дьяволом И Сатаною Обладающий Всею Вселенную Ну Какая Власть Незвержен На них На них Пред Богом Нашим День и ночь Они Победили его Кровью Агнуса И Словом Свидетельствовало И словом Свидетельствовало Просто свидетельствовало Своего Не возлюбили Души Своей Не возлюбили Души Своей Даже До смерти Так все Вот это интервью Дьявола Дает Жаннист Говорит А ты Кто такой Это трудный вопрос Он дальше Немного ответил Потом А как ты оказался Здесь Знаете Я занимал Великий Большой пост Очень занимал Ну там В другом месте Не говоришь Что на небе Ну и Вы знаете Когда там Выборы Идут Но я нарушил Все правила И вот я оказался Здесь То есть Вот перескакивает Ну в самом Это точно так Он выборы проводил Соблазнял День и ночь Клебетал И третья часть А сколько Не написано А журналист Говорит Так ты не один Он захохотал Нас миллионы Везде Даже в свиньях 2000 было Так и все И он так и отвечает И главное А что тебе Больше всего Не нравится Не нравится Не нравится Когда люди Примирятся между собой В храм ходят В библию считают Все говорит как есть Что ему не нравится А кто самый большой У вас Противник Враг А он сигару курил Вот такой На ладонь потушил Брось Это тот Который я 2000 лет назад Распял Сын Это он там Присутствовал Но это Валан говорит То же самое Доказательства Когда берез Говорит Не надо доказательств Я сам был Как был 2000 лет назад Они не знают С кем разговаривают Мы должны Уметь перемещаться Умом туда Да так И теперь А теперь они здесь И что ждет тебя Он придет И уничтожит меня То есть Возере огненным Это смерть вторая Вот и все И он Он от этого Говорит Не скрывает Я проводил Свою компанию Вы же знаете Как это делать Политическое дело Вы говорите О временных рамках Да Для Бога Что тысяча лет Один день Что один лет Тысяча Да Вы об этом именно Да Ну тут уже понятнее Тогда становится У Бога Нету среды Пятности Это для человека Да У него нету Сегодня Завтра Послезавтра Только сегодня В том понимании Которое у Бога Это мы говорим А это вот тогда Это было Для Бога нету Он не стареет И время у него нету Это время Бог начал нам Отсчитывать Когда сотворил Первые пылинки Вселенной Был вечер Был утро Его не было А тут стал вечер И утро И написано Времени больше не будет Все часы мира Остановятся В раз И никто не скажет Подведи часы Или Все Мировая история Закончилась А может где-то Вселенная Еще что-то есть Ну Только нечистая сила Вот эта вот Князь господствующий В воздухе Нигде не написано Что там на Марсе На Венере На Юпитере Нет этого Ну а можем ли мы Так вот Твердо утверждать Что нигде больше Нету жизни Ну согласно Библии Да А согласно Воле Божьей Не знаю То что нам открыто Из этого мы делаем Заключение Что нету Нигде больше жизни Не считая Ангелов Фантазировать То можно Игнатик Я говорю На фантазировать А что хочешь Можно Да конечно Может быть Бог там еще Какого-то человека Сделал Не Адама А Эрдама Какого-нибудь Представь себе Каждый день Другой параллельной Вселенной Ну мы-то Знаешь Вот я старился Сейчас делать нечего Пошел в магазин Не знают ничего этого Господи помилуй С чем я не согласен Сорок раз А у армян Сто раз Сто раз Господи помилуй А то я Господи помилуй Господи помилуй А как В семинарии В семинарии За один вздох Вот так вот стоит Этот семинарист Вот так вот Ну давай считай Считай Так Сдулся Ну бы еще может Все Но уже все Выдохся А это же На выдохе Горталь работала И все Пшипнул Проткнули Мячик Погас Погас Мы православные Вот и смешно С нами разговаривать Можно только Библия А по Библии Нам сразу голову Несто так нагнут Вот нам У них не получится Мы признаем И понимаем Что то что у нас Не сходится Это не главное И не смертельное Главное Кровь А у вас Так вот как Подражайте А ничего нету Надо научиться Всегда признавать И брать хорошее Обо мне вот пишут В интернете Да обапкистах Говорите так Что Они вас за свое Считают Ну да Да как вы могли Такое допустить Меня мусульмане Своими считают А я про евреев Говорил А там лозунги Это еврейский народ Выговорит чудо А вот этот старик Говорил про евреев Это второе чудо Так говорить Мы сами себе должны А я по описанию Говорю что им верено Почему Надо везде брать И тогда ты будешь Все время полный Где был Что был С кем встречался И найди там доброе Фаина Соломоновна Тоже У вас гладила Все время наглаживала Дорогой вы мой Там и так далее Она живая Много таких было Которые наглаживали вас И протестанты Пока с вами не встречались Или пока не доходили До пятой страницы Первые четыре Ой да ты наш Да ты Расцелуем тебя Пятая страница Только вы не церковь Будь ты проклят Нет они не так говорят Ну да не так Вначале в Пензе говорили Ну почти Нам пророк Илья сошел А когда беседа прошла Они говорят Надо же гнилое бревно Еще лучше Ну я говорю И не угадали Ни то ни другое Я не Илья И не гнилой У меня роски зеленые Все время Так что Ох сколько их было Даже на моей памяти Давай дальше Или все закончилось Да нет нет еще Еще Если все закончилось Я возьму и терю Василия Николаевича Черепанова Можно закрыть ее в библии Сколько еще Около полчаса 28 минут Еще 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 занятия Ваша сегодняшняя проповедь коснулась Я знаешь как Вы прошли у Бога Не просто так ответить Потом надо расскажешь Я не могу пройти Что тебе коснулось Мы тоже хотим посетиться Ты хочешь? Так может быть все? Нет еще полчаса Ну давай Евангелие от Марка 14 глава 26 по 31 стихи И воспев Пошли на гору Елеонскую И говорит им Иисус Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь Ибо написано Поражу пастыря и рассеются овцы По воскресенье же моем Я предваряю вас в Галилее Петр сказал ему Если все соблазнятся Но не я И говорит ему Иисус Истинно говорю тебе Что ты ныне в эту ночь Прежде нежели дважды пропоет петух Трижды отречешься от меня Но он еще с большим усилием говорил Хотя бы мне надлежало умереть с тобою Не отрекусь от тебя Тоже и все говорили Толкование Благодарили и прежде питья Благодарили и после питья Дабы и мы знали Что должно благодарить и петь И пред пищей И после пищи То есть пели они Весело им было Тречешься Говорит один из вас Не я ли не я ли Так я вопрос тут задам Скажи Когда Господь Пасху совершал первую Как хорошо нравится Сколько Пасху совершил? Сколько? Пасху 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 совершил? Две Подзаконную и свою Подзаконную Так а какая важнее? Вторая Христова Последняя Подзаконная или А так можно отделить? Какая важная? Мы сейчас дойдем до этого Ну наверное Христова тогда То было детовождение Христова Получается что? У нас знакомая В лагере работает Готовится к причастию Издумала зубы чистить И проглотила Там капельку какую-то Ревет сидеть Я пришел все Причисться нельзя И батюшке-то скажу теперь А не сказать нельзя Я проглотила Это уже все Не на голодный желудок Если даже ей бы Ставили Там бывает капельницы В этот день как бы не надо Только натощак Так получается Ветхозаветнюю Пасху Которую никакой Сакральности И не имела уже В это время Совершают на голодный желудок Они вкусили барашка Выпили вина По кругу Три или четыре раза Чаша прошла А ограничений не было Ни глоток Он мог Хлебать ее оттуда А только после этого Наша новозаветняя А нам сегодня там Нельзя проглотить Каплю воды А они барашка скушали И после этого Причащие было Хочу искать За эту Пасху Понятно? То есть мы Уходим Они в невыгерном положении Последний с первыми Не были Невыгерно У них барашек Надо вернуться В те времена Ну да Сейчас кто-то Ну мы должны Это все принять Наша православная Я к тому говорю Что не нападать У кого по-другому Где есть священство Католики Да мы вообще Самая мирная религия Похожа Похожа Любому Манину Сперед дадим Что такое зло Да он постительный У нас длинные руки Приехал баптист К этим Михаила На которых я обратился Целыми днями лежит Песни поет На работу не идет Еще нету А я спросил его А как жена Ваша Куда она денется Он кулак такой Куда она денется Весь сказ Родить детей Пойдет работать На него Протестантский мусульманин Так продолжаем Толкование Давайте заново Благодарили и прежде питья Благодарили и после питья Дабы и мы знали Что должно благодарить И петь И пред пищу И после пищи Этим Господь показывает Вместе и то Что смерть Ради нас Не страшна для него Так что он славит Бога и тогда Как идет К преданию На смерть Сим без сомнения И нас научает Не унывать Когда впадем Скорбе Ради спасения Многих Но благодарить Бога нашего Скорбью Соделывающего Спасения Многих Господь Господь Исходит В гору Илеонскую Чтобы Иудеи Нашедшие И взяв Его В уединении Не произвели Сметение В народе Ибо Если бы Они Напали на Него В городе Народ Может быть Возмутился За него А в таком Случае Враги Воспользовавшись Этим Благовидным Предлогом Стали бы Думать Что убили Его по справедливости Как мятежника Христос Предсказывает Ученикам Что и они Соблазнятся Вслед за тем Как Петр Отрекся В первый раз Пропел Петух Потом Когда Петр Отрекся Во второй И третий раз Петух Опять пропел Выражая Тщетную Горячность И все Прочие Ученики Подобно Петру Давали обещание Не оставлять Господа Как бы Обращая Таким образом В ложь Слово Самосущей Истины Посему И Господь Попускает И человеческая Природа Обнаруживает Свою немощь Ибо нет Сомнения Что Господь Мог сохранить Их Особенно Петра Однако же Попустил Дабы Они А также И мы Не были Самонадеянны Поражу Пастыря Это говорит Бог Отец Так Так как Он Попустил Сыну Быть Пораженным То Говорится Что Он Поразил Пораженного По Его Попущению Все слова Большой буквы А Овцами Назвал Он Апостолов Как Людей Незлобивых Пророчество Поражу Пастыря Это Когда Христа Арестовали Рассеются Апостолы В то время Апостолы Рассеялись Как бы Предали Это Да Именно Не предали Рассеялись Просто И все Это Не предать Рассеяться Это не предать Тебя испугали Ты побежал И все Ты же не предал Просто испугался Ты все Что ли Ну да Торкование Закончено Тут Просто Разбежались Ну все Тогда Я Попугался Давайте Да Задавайте Иди сюда